Я вот даже не знаю, интересен вам будет сегодняшний ролик или нет. Опять технарь, опять какие-то инсталляции и тому подобное. Тебя смотришь на YouTube, что все смотрят? Как Олег Тиньков вместе с этим, как его, Давыдович или кто он там? Ну, который сижал это у нас-то. Вот. Народ весь хотел понаебать с кредитами и тому подобное. Вот. Сейчас там Гелендваген кто-то разыгрывает в инстаграме, хайпует, по-моему, не говорю. Еще какие-то москвичи раздают подарки. Ну, в общем, все в таком духе. Но нет, наверное, мы не будем заниматься такой херней. Да, и продолжим придерживаться нашему формату и делать полезные видео. Доброго времени суток, уважаемые подписчики. Впереди сезон, а значит время установки всяких полезных вещей, тюняшек там для вашего квадроцикла, ну и просто наведение фэн-шуя. Сегодня я хочу с вами поговорить о, наверное, такой необходимой замене, ну вот, по крайней мере, на Ямах и Гризли. Это как установка кроссового руля. Нахуя ты себе купил вот эту хуйню? Объясни мне. Данный руль будет установлен с мотоцикла кроссового. Ой, долбоеб. Потому что для квадроциклов, ну, реально делают мало практически либо единицы. Ну, из кроссовиков подходит, и выбор на них, ну, просто огромный под все ваши хочу, ваши плечи, ваш вылет, ваша высоту и тому подобное. Зачем это вообще нужно, скажете? Что там, ну, руль, руль, нахрен другой-то нужно ставить. А вот и чем это нужно. Вот стоковый руль, ямаховский, вот он реально едете, там, вам об бока прет при поворотах, там, вылет у него вот этот вот неудобный, знаете, как Аляна Харлейх вот это ездит, сухие подмышки, практически то же самое. Когда вы ездите, стоя на него, ну, не так это комфортно его контролировать, он не такой острый. При приземлении, прыжков и тому подобное. Более, больший хват, чуть большая высота приведет вам остроту управления, как, не знаю, в небеса, можно сказать. Вы сразу почувствуете разницу и, так сказать, все потраченные деньги на вот этот тюнинг, они будут оправданы. Сюда мы будем ставить вот руль ренталовский, да, это 609 моделька, фэтбар. Вот по ней это самый, так сказать, оптимальный вот угол именно вылета, высота подъема, да, плюс под все параметры технически у нас подходит и устраивает. Это будет ставиться также проставка ROX 5, не 5 сантиметров, а 5 дюймов, имейте ввиду. В принципе, ROX опускает подо все проставки, вы даже можете на БРП поставить антивибрационную проставочку, на него тоже какой-то кроссовый руль и тоже будет бомба, он у вас будет немножко на шарнирах при приземлении или при вибрации, прям вы почувствуете, как с рук у вас сняется напряжение. Ну и опять же, с вылетом можете поиграть. Данные параметры позволят сохранить всю проводку, все армированные шланги и тому подобное, ничего не нужно будет резать, колхозить и тому подобное. Процедура достаточно несложная, в принципе, можно выполнить самостоятельно, вот если у вас дома есть инструменты и знание, как это все разбирается, как это делается. Сразу хочу сказать, подводный камень, это ручки, штатные у вас резинки, вы их точно не снимите, они клеевые, их только если срезать вместе с рулем. Если у вас уже стоит какой-то подогрев клеевой, то это тоже немножко придется все удалить и поставить вместо них новое. Сразу хочу обратить ваше внимание, если будет стоять подогревы, вот здесь стоит хэддэймон, 17 модельного года, даже может быть 16. Ему пришло в свое время вот такая вот моделька на замену, да, это вот уже 17 свежий год, он имеет болтовое соединение, то есть эти ручки очень сложно прокрутить, плюс они очень тоненькие, то есть, ну, даже в перчатки будет удобнее ездить, они хорошо жарят, причем цена, что на эти, что на эти одинаковая, просто нужно искать модельный год более свежий. Вот отличительная черта, вот именно этот болтик, и если вы что-то будете менять, там, опять же, руль, там, на дальнейшем, там, кроссовый или еще какой-то другой, вы просто откручите болтики, вытаскиваете и ставите на новый руль, то бишь многоразовая функция получится, за те же самые деньги, имейте в виду и обращайте на это внимание. По демонтажу, тут все реально, как сказал, элементарно, 4 болтика открутили, взяли крестовую отвертку, поснимали все пультики, да, убрали ручки и все это на место собрали, что мы сейчас с вами вместе и будем сделать. И пробежимся по цене. В среднем проставки на Yamaha Grizzly ROX 5, где-то от 10 до 15 тысяч рублей доходят вам варьирующих ценах, рули от 3 тысяч за какой-то ноу-нейм, там, до 40, в зависимости он там с дейфером и тому подобное. Вот такой руль стоит 7500 рублей, ну, на данный момент съемки данного видео. Но, поверьте, вот еще же, кстати, к нему заглушку можно приобрести, оригинальный ROX, но мы изготовили самостоятельно такую же, грубо говоря, копию, и она гораздо дешевле будет. Поэтому каждый ложный здесь рубль вы почувствуете с первых километров, как только вы сядете. Давайте все это дело соберем теперь вместе. Берете, значит, первым делом снимаете заглушку, она просто вот так вот берется вверх, тащится и вынимается. Берете на 12 головку и откручиваете вот эти вот болты. Они достаточно крепко сидят, но с небольшим упором у вас все это дело получится. Рекомендую вас придерживать, чтобы пластик не поцарапать, а то у нас по-любому будет падать. Также обратите внимание, когда вы будете развивать эти пульты, подберите правильно именно крестовую отвертку, чтобы посадка была вот прям плотненькая. В случае, если вы возьмете ее очень острую или она плохо сядет, просто эти болты можете просто повредить и они у вас тупо не открутятся. Вот есть такая проблема, поэтому будьте повнимательнее, подбирайте правильный инструмент. Вот это вот единственное, какие могут возникнуть у вас проблемы при откручивании вот этих данных болтов. Вот когда будете снимать хомуты, имейте ввиду, хомут он у вас многоразовый. Его, соответственно, можно будет использовать в дальнейшем. Главное его будет вот здесь подцепить и снять. Оп, и он вам потом послужит при следующем инсталле. Очень удобные хомуты, поэтому ни в коем случае не выкидывайте, будьте с ними поаккуратнее. У нас здесь был старый подогрев курка. Он у человека сломался, соответственно, мы его отсюда тоже удаляем и будем делать новый. Ну вот, соответственно, мы оголили бараночку. Все, теперь ее можно снять и удалить. Ну вот, смотрите, давайте теперь сравним немножко штатный руль, который здесь у нас стоял, да, и кроссовый. Вот так мы приложим. Опа! Вот сейчас, я думаю, разница вам будет сразу видна, что хват стал шире, амплитуда средств у вас будет больше, плечи будут более расправлены. Также чуть-чуть более у вас острый будет вылет повыше, тоже будет гораздо удобнее. Ну, все плюшки прям прочувствуйте, говорю, с первого километра. Так, теперь берем проставку, вставляем одну и вторую. До конца мы это все плотно не закручиваем, просто должны наживить. Так, сразу хочу сказать, что вот такие проставочки, которые были внутри, в комплекте, вам нужно будет удалить. Это под более тонкий руль, у нас руль жирный. Сейчас мы кладем его, уже сам наш руль, на место. Вот так вот примеряем и сейчас будем фиксировать. Что очень хорошо, у данного руля есть насечки, по которым вы сможете выставить именно ровность руля, наклоны и тому подобное. То есть, достаточно реально грамотно придумано, это очень удобно. Вот, но сейчас, на данный момент мы всего лишь просто его наживляем, крепить и закреплять мы в конце, когда уже все повесим и полноценно сможем построить под свои плечи, под то, как мы сидим. Теперь мы начинаем сборку пультов и установку их на место. Василий, дай мне, пожалуйста, держатель для гидравлики, для тормозной системы. Не забудьте, здесь есть указание вверх, то есть не перепутайте стороны. Также нам сразу понадобится ручка, мы ее должны одеть до конца и уже по тому, как она полностью сядет, мы можем аккуратненько отрегулировать пультики так, как положено и так, как нам будет удобно. Ну вот, уже вот так все это будет выглядеть. Сразу же мы клеим курок. Да, предварительно вы должны вот эту поверхность обезжирить, чтобы, в принципе, уже сделать. Здесь есть двухсторонний трем-скотч, его отклеиваем. И на как раз-таки часть поверхности, которая смотрит на вас, мы его туда приклеиваем. Все. Пока так, потом мы посадим термоусадку из комплекта. Не забывайте подумать о том, что курок у вас имеет ход. И вы должны оставить провод, чтобы униген не перегибался, не заламывался и тому подобное. Итак, уже вот, допустим, на левой стороне мы произвели сборку, поставили все пульты на место. Вы знаете, я очень люблю, так вот сказать, минимализм, чтобы все органы управления были всегда под рукой. Поэтому перенесли управление лебедкой сразу на крепление ручки тормоза, да. Вот. И достаточно, можно сказать, пальцем одним будет, там, не знаю, держаться за руль и как-то поднажимать на кнопочку, чтобы отмотать лебедку, либо наоборот смотать. Также подключить можно дистанционный пульт. Вот здесь он проводной. То есть тоже никого геморрой не будет, никуда не надо лезть, все в доступных местах. Также, если мы перейдем к правому пульту, перенесли мы контроль. Управление обогревами тоже, соответственно, можно одним пальцем все это достать. Все это не отвлекаясь, можно сказать, от дороги, никуда не надо руку сносить, там, убираясь с руля. То есть это, я скажу, наверное, безопасность, ну и просто комфорт и удобство. Вещь очень удобная. То есть вы можете, видите, взять и отрегулировать, как вам надо данную систему. Также, знаете, если вам очень яркие данные лучи, да, можно зажать двумя пальчиками, и он притухнет, будет видно, но еле-еле. Или, наоборот, он будет опять яркий, естественно, долгое зажатие тоже его отключаете. Вот наша заглушечка, да, которую мы сделали. Все эстетично смотрится, аккуратненько. Да, сюда поставили тумблер для включения доп.света. То, естественно, у нас доп.свет идет через релюшку, это все лишь провод управления с тумблером. Так что все безопасно, как положено. Ребята, знаете, что хочу в конце добавить, что уделяйте, пожалуйста, побольше вниманию проводам, как все проложено, как все сделано и тому подобное. Здесь мы уже навели порядок, да, поставили дополнительные релюшки, дополнительные коннекторы. То есть все по фен-шую убрали, укоротили, сделали как надо. Очень часто приходит техника, да, после инстала чего-то и тому подобное, за которую заплатили деньги, причем, в принципе, тоже немалые. И все это приходится переделывать. Мы встречаем огромнейшие вот здесь вот находилось метров, наверное, 5 проводов, которые там, если размотать суммарно всех, то, наверное, 15, которые просто были, конечно, удалены, да, и все как положено было сделано. Это вот может привести к тому, что что-то где-то вот упертриотся, да, там от вибрации, еще где-то, где-то гофр нет дополнительный. Можно так встрять на эту тему, что мама не горюй. И поверьте, какой-то обголенный провод может просто сжечь вашу технику. А еще сейчас находим инсталлы такие, что у людей лебедки с выключенным зажиганием, все равно продолжают работать. А это вообще пиздец. Ну вот, собственно, мы поставили кроссовый руль, да, то есть сразу можно видеть, как выровнялись руки, что стоя стало гораздо удобнее рулить, да, то есть у вас охватка такая более спортивная. Опять же, плечи расправлены. Когда вы выворачиваете руль, у вас большая амплитуда, ничего здесь у вас не опирается уже. Ну, гораздо больше комфорта, поверьте. Но рассказывать, конечно, можно долго и нудно, да, может быть, это кому-то интересно, может, неинтересно. Это, конечно, нужно пробовать вживую, да, самостоятельно. Но разница колоссальная. Вы вот если прокатитесь, вы сразу поймете, что, да, это вау, это мастхев, и нужно это ставить. Вот, поэтому, если вам, ребят, понравился данный инсталл, и вы что-то узнали для себя полезное, а мы стараемся это делать, то не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, там, ударить в этот колокол, и мы будем продолжать дальше снимать для вас хорошее видео. Вот, надеюсь, что в следующем видео я пытаюсь вам рассказать о том, что делать, если вы утопили квадроцикл. Впереди сезон, воды будет много, я думаю, это очень актуальное видео. Вот, поэтому до новых видео, всем пока!